Жителю души истинной, и жизнь бездельной, и вся исполняя сокровища плодив, и жизнь подателю, иди себе садны, и отчистены, а всякие скверны, и спаси блажей души наши. Отец Наш Небесный, благослови все ей занятия, открой наш ум к разумению Святого Писания Твоего, дабы нам быть не только слышателем, но и исполнителем. Тебе подобает хвала и слава Отцу и Сыну, с том и будку. Аминь. Вопросы можно ответить в конце, потому что идут занятия по толкованию, так что можно читать, а потом уже ответить. Первый вопрос, он вроде не сложный, но я не знаю, насколько он будет. Значит, такая ситуация. Мы обращаемся для спасения к имени Иисуса, и понимаем, что Он Спаситель. Но вдруг у католиков звучит такая странная вещь, они почему-то обращаются к Божьей Матери. Я бы хотел спросить, вот, чтобы не было в Евангелии в Новом Завете, должно быть отражение в Ветхом Завете где-то. Вот есть ссылочка, или как бы подсказка, или разъяснение, почему вдруг можно обращаться к Божьей Матери, и Божья Матерь может разрешить многие вопросы. Почему обращаемся к Божьей Матери, и где в Ветхом Завете есть отражение этого? Есть ли ссылка? Нет отражения никакого. А про Соломона? Потому что православная. Ну, мы понимаем, а католики-то почему обращаются? Ну, потому что мы верим, что она живая, что она вознесена на небе. А апостол Павел говорит, мы приступили к духам праведников, достигших совершенства, и она входит как раз в этот разряд, и мы к ней обращаемся, приступили. Впереди, говорится, приступили к тому, как приступили в молитве, а как он может достигнуть молитвы. Вот все стало на свое место. Ну, я не согласен, потому что есть место в Ветхом Завете, где говорится об этом. Когда Соломона Господь дал мудрости, к нему шло огромное количество из всех царств, царей и верьмошек. И среди них вдруг увидел он мать свою. Он встал, подошел к ней, посадил рядом с собой, и спросил мама, что такое. Она вроде как говорит, сынок, у меня просьба есть, он сказал, мама, я отвечу, сделаю все то, что ты попросишь. Ну, было, когда Анон пришел, стал спрашивать, чтобы Веса в Асументьянку отдал ему, которая была грелкой у Давида. Он сразу понял, что через нее заговор, и тут же повелел казнить его, и все кончилось. Вот обращение. Он нарвался сразу, он предупредил его, живи, только замечу, что будешь подкапываться, тебе релизия будет очень быстрая. Так же я вам призвал, сказал. И Давид, умирая, сказал, а вот тот-то там Симеон, сын Геры, когда я уходил, убегал. Он шел и кричал, уходи, кровопивец. Я его простил, он первый пришел на покаяние, но ты, сын, ты знаешь, как его отпустить из этой жизни, с кровью в могилу. И он говорит, у тебя, где живешь? В Иерусалиме. Вот как только ты грань выхода сделаешь, как смерть тебе понял, понял, живи, замри. И тут вдруг два слуги, у него бежало два раба, ему сказали, а тут недалеко он. И он за ними вышел, забыл. И когда вернулся, его вызывают сразу же, там поставлены были люди сидели. Ты выходил за ними, да? А ты же дал слово не выходить, казнить. Вот отжеление в голову отрубили, все кончилось. То есть история говорит о том, что человек должен быть верен своему слову. Тут больше ничего нет. А в другом месте, когда обращалась к моей мать, мать-то и обратилась, мать, он решил через мать Амнон. Он понял, что это претензия, он говорит, я должен был царем. А получилось так, что царем избрали Соломона. Он прямо подкапывался. И все, все кончилось. Отношения к Богородице никакого нету. А она мать. Ну что мать? Речь идет о духовном. Речь идет о претензии на царство. Это никак не относится к загробной жизни. А к жизни здесь. А Божья-то Матерь в том мире, и поэтому тут никакой связи вообще нету. Вот и все. Закрыт вопрос. Вопрос второй. Слушая Кураева лекции, когда он еще молодой был, и в лекциях обучал священников. То есть для меня он интеллектуал. То есть мне импонирует этот человек своими знаниями и интеллектом. И вдруг он для меня неожиданную вещь сказал. Вы, говорит, священники-то внимательно читаете Библию. Исход третья глава. Когда пас Моисей овец своего тестя священника, да, Миланского там. Вот. И он говорит, вы читаете внимательно. Что там написано? И явился ангел Господень. И потом там Господь и так далее, и так далее. Он говорит, так имя называл кто? Я продолжу. Момент простой. Апостол Павел говорит, ангел сатаны. Оказывается, в сатане есть ангел. То есть ангел Господень. И среди этого всего, возвращаясь к главному вопросу, вдруг неожиданно Кураев говорит. А вы знаете, что до падения ангел Света, он считался планетарным логосом. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И там стоит логос. Так вот, меня это очень удивило. Почему я возвращаюсь. Вы в прошлый раз, вчера, занимались именами. Так вот, это все относится к главному. А какая разница? Зачем? Что нам имя? Наши имена? Это важно или нет? И сегодня на службе прочитали. И когда будет суд Божий, я нареку вам новые имена. Да какая разница-то? Надо это или не надо? И вдруг становится простая вещь. Читаю Евангелие, и в толковании написано. Евангельское прозвище. Иисус Христос. Нарицательное имя. А какое еврейское это? Ешуагнацори. Иисус Назаряне. В Томуде написано. Так важно это или не важно, имя или нет. Иегова к кому относится? К Ангелу Господнюю или 7000 раз почти, 6823 раза применяется это имя в Библии. Тетраграмма. Иешуа. А оказывается английская форма. Ихошуа. Это длинное имя, а сокращенно Ешуа. Шуа спасает. А Ие. Иегова. Иегова спасает. В Ставирише. Иешуа. Еврейское имя. Библиисты не принимают это имя. Я вот хочу сказать, вот когда мы обращаемся к имени, важно это или не важно, нужно это или не нужно, а оказывается огромный смысл, если мы знали бы имя Бога. А мы его часто не знаем. Вот один раз такую мысль только допусти, закурай ему, как если только так он говорил. Дальше тебе покоя никакого не будет, ни днем, ни ночью. Мне вопросов тебе легко задавать. Я утверждаю, за 2000 лет, каких только переводов не было в разных странах, лучше синодального перевода на русский язык 1876 года нет. Нету и быть не может. И это я докажу в течение там пяти минут. Кто переводил? Когда? Я беседовал не с кем-то, а с Александром Менем. Это такой гигант мысли был. И вот так вот сидели, я говорю, вы могли бы переводить как Хольцин, Данил Аврамович или Герасим Петрович Павский? Вот так вот сидели. Он даже у меня, да вы что, Игнать Игнатьевич, да таких переводчиков нет теперь на земле. И весь сказ. Сейчас, это не мои какие знания в этом вопросе, я ссылаюсь от человека, с которым я беседовал, не один раз сидели. Человек, известный всему миру, который погибает как мученик. А теперь, а вот там-то, так-то, где-то, сказал, кому относятся. И что относятся, кому относятся логос, логос это, вначале было слово логос, это речь идет об Иисусе Христе, и слово было у Бога с большой буквы, и слово было Бог. Ни один святой отец поиначе не понимает, ни Златоусла, Всевеликий Григорий, Богослов, Блаженный Августин, Иероним Стридонский, все одинаково понимали. Зачем мне куда-то лезть и туда? Почему? Я православный. И поэтому я богатый и самый богатый из всех религиозных течений, какие есть. У нас есть отцы святые, которые были все одинаковы до 1554 года, до разделения с католиками. Тем более сегодня у нас посчитаемый Иоанн Златоус, а у них Иероним Стридонский, как его называют, Жером, в переводе это. Я сегодня только с итальянцем беседовал, ко мне заходят, и, ну, я вижу, мне не понравилось аватар, она разная, напиши, как есть. Я был в этом, в Риме, подарил свои, был в Ватикане, подарил свои книги папе Франциску и Венедикту. Православные могут сказать, ну вот, нашел, все, твое мнение такое, напиши книги. Говорю, у тебя что-то есть, баран какой-то там, заколи, отвези папе. Я в Центральную библиотеку Рима подарил свои книги. Мне очень понравились римлянки, они прямо до того веселые, с обсорона влепили, фотографируются. Другие как-то опасаются или что-то. Нигде нас хуже не принимали православные, как монастырь Святой Екатерины. И уже в среди ночи сообщили настоятелю, он пришел, а нам больше некуда деваться-то. И он нас выгнал оттуда, где даже туалета не было. Так тут легионеры придут, начался собирать, что никаких легионеров нет. Туда один человек показал, где можно остановиться. О итальянцах у меня высшее мнение, о православных, которые там есть, низшее. Ничего один раз пережили. И поэтому, если вопрос задаете, помните, что я абсолютный, окончательный друг нового перевода. Вот как вот я вижу знамя, флаг. Лучшего флага за мировую историю не было. Это флаг проповедь. Флаг, который дан только русскому народу. Который говорит о рождении, о жизни и о страшном суде. И при том, что я говорю, да вот вы любите свои идеи, ни один не опровергнет. Как-то мы стояли на колористского пруда, кажется, с епископом Вестихием. Я говорю, лага, это остаток Ноева потопа. Ну, вы как-то любите свои теории. Я говорю, вы ее не принимаете? Это не теория, а истина. Докажите, откуда взялся этот такой пруд? Вот только начинается. По деревне идешь на ровное место. Дальше маленький, как ручеек. А уже где пруд, там уже ширина 30 метров. И глубина там 15. И дальше, я покажу, как она бьет в один конец, ее выбивает. Потом вода бьет на таком расстоянии, потом вот так наискосок. Объясните. Не знаю. Ну, как понимаете, кексоватор копал эти лага? Нет. А что? Ну, тут все, однако, профессора тут, кто приехали, геологи. Да, это от воды. А откуда воде быть здесь? Ну, как, с гор течет. Какие потеряевки горы? А, да, потеряевки. Да, как правда, откуда? Так это не один. А теперь посмотри, главный лог, который идет в второй мосте. И оттуда идет через каждые 200 метров. Вот такие вот стыки начинаются. И спаляй прямо. Шире расширяется до уровня главного лога. Что непонятно-то? За год размокла земля. Ты в ванне пробей дырку одну. Ну, дырявую возьми. Насыпь туда землю. А потом воды налей. А потом затычку убери. И ты увидишь эти лога. Она будет вымывать за собой расквашенное. Теперь возвращаемся, что у Андрея Кураева. У Андрея Кураева есть хорошее качество. Он не обещает. Его... Я не знаю, когда он где был. Он выступает. А вы знаете, кто самый... Сын слышал его выступление обо мне? Современный, самый великий, там самый знаменитый. Миссионер нашего времени. Вы, наверное, не знаете его. И ты дальше... Видел это? Ну, я его не... Он говорит, ну, меня Игнатий по всем кочкам протащил. Я сразу зарядил у себя 38 томов где. Я его упоминаю 120 раз. Слово Кураев у меня 120. И только два раза положительные. 118 раз я показываю, что он пишет Евангелие от Кураева. И он не обиделся. А то о высоте души говорит. А что он там говорит? Вот сегодня мне... Сегодня только скинула Рахит Загидуля. Она была у свидетелей Югова, казашка. Она была у нас потеряем здесь. И она говорит... Олег Синяев говорит, что братья не продали Иосифа. Его не продали. Она дальше приводит, что они продали его. Посадили в кого? А потом продали. А как он говорит? Я говорю, вранье я не слушаю. Вот вы показали, все. Зачем это нужно? Что опровергать, когда два раза говорится, что решили продать, а потом увидели, идут измальтяне, продали им. Продали, написано. За 20 серебряников. Иуда за 30 христа. 20. Ну, если он признает Олег Синяев, он не должен это говорить. А я тогда не стану еще объяснять фотографию. Олег Синяев воинов отправляет. И вот так вот склонился какой-то воин. А тут один держит большое, такой, как ведро. Он щерпает ладонью. Ему вот сюда затылок льет, капель льет. На фронт отправляет. И такой вид у него. Почему ты сам не идешь? И тут же патриарх держит ребенка боком. Хозяин, а патриарх Кирилл вроде бы ладошкой. А воды там, вот такая вот чашка большая нету. И рядом два епископа стоят. Еще могу сказать. На безумие ответа нет. В каждом требнике, которого священника в кармане написано, что такое крещение. Уверовавший дает обещание Богу по совести служить. И троекратное полное погружение с произносением во имя Отца. Аминь. Сына Аминь. Духа Святого Аминь. Вначале это. Слово Его встречается в новом переводе. Не в новом, который называется, а вот это православное. Восемь раз. Почему? А потому что там только согласные. Ну, не согласен был Феофан Затворник. Ну, это его мнение. А там в одном месте Яхва, Ягва. Мне не надо это совершенно. У меня в руках Библии, говорится, Ягова. Это переводчики самого высшего класса. Они перевели. У меня нет знания языка. Я сравнивал на разных языках, которые Господь дозволял мне читать. И я увидел, да, наш язык. Ну, если Яков, по-английски Джеймс. Ты никогда не догадаешься, что это значит. Джеймс. Каждое слово, та же, Иероним, жаром. Иероним, жаром. Ну, я православный, русский. Я это беру, сравниваю, вижу, что это произношение, ассимиляция звука. Да это на языках это такие. Ты знаешь, нет, каждые две недели находили еще недавно только какое-то племя на Амазонке где. Ну, бывает 100-200 человек только. Эти люди за свой язык не держатся. Узнав, что есть такие культурные народности, русский язык, кажется, четвертое место занимает в мире. Они придерживаются того языка, который рядом с кем бывают. Когда я обратился к Богу, в это время насчитывалось 2896 наций на речи. 2896. Год назад я смотрел, кажется, 7500 уже. Поэтому мои знания очень устаревшие. А так находили-то народности, ну, прям никакие они. У них ничего нету, но они живут отдельно, свой язык, кое-что жестами там передают. И ответ один, а он считает так, пусть считает. Я не сдвинусь никуда, кроме того, что дали мне святые отцы. Я православный. И вот переводили 4 духовные академии. У Синода Православного в месяце было 3 приемных дня. Там разные дела. И один день посвящен поступающим частям Нового Завета, которые переводы были. И там были свои, уже двое канонизированные. Филарет, Дроздов и Макарий Глухарев, Алтайский, миссионер. Я и биографию неоднократно давал. Вот ответ обширный довольно даю. Спорить я никогда не спорю. У меня есть такое извечение, я сказал и не думал, что оно приживется в интернете. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. А я не согласен. Это есть такой рассказ. Одного спросили, я там на медиа. Вот вы живете уже 115 лет. Какой секрет? Он говорит, я ни с кем никогда не спорил. Журналист, да не может быть, может быть и так. Даже здесь он мог бы сказать, да я никогда не спорил. Ну а может быть и так. Еще я буду ломать копию. Вы говорите по любви, как вам. Я отвечаю тоже по любви. Но я на Слово Божие положил слишком много. 60 лет из рук не выпускаю. 60 лет. И вот только, ну примерно 4 дня назад мы получили полный тираж типографии. Наш заказ 4-х томник. Он называется «Проповеди в стихах». 4 тысячи, кажется, с лишним моих стихотворений по 36 строчек. Проповеди в стихотворной форме. Этого никогда не было. У каждого эпидрофа из Библии. Сейчас уже пошло дело. 4 тома. Каждый том где-то 880 страниц. 96 страниц святых фотографий. Ты не видел это? Зайди к брату. У него есть. Есть у тебя? Покажи. Там такое есть здание ламинированное. Вот мы там советовались. На каждой корочке первая вот эта вот. Какой здесь рисунок. Ну, советовались. Я всегда советуюсь. И вдруг какой-то зашелся. Яншин какой-то. И говорит. А я бы сделал вот так. И 3 показал. А мы до этого уже сделали. Каким шрифтом писать. Уже договорились. Вот-вот даже в типографию скинуть. Я сразу затормозил. Давайте еще раз проверим. Был 10 человек. 20 человек работали над этим. Он один зашел. И он всех нас двинул в сторону. И первые 3 мы взяли от него. Ну, в конце написали. Кто он там. А потом 4. Ну, никак не можем найти рисунок. Первый просто я стою на ветру. Городу с долом. Второй я иду с жезлом. Это приезжали руссказки. Агентство. Здесь были. Я босиком иду с жезлом. На нем написано. Евангельский жезл. На проповеди иду. Третий я стою с двумя голубами. А четвертый, не знаю. Сказали, ну, нужно снимки. Ну, сказали Надежда Дмуха. Знаешь, Костина. Жена. Она говорит. У меня не очень хороший телефон. У кого-то она взяла, приехала. И она уже там фотографировала меня. Я ее рубашку переодевал. И она меня на фоне книг. На фоне стены. На фоне флага. Ну, все. Я смотрел. Больше 150 фотографий сделала. Я посмотрел. Говорю, ни одна не подходит. И в это время из деревни заезжает Володя. С кем ты там был? Наверное, с Николаем. Вот этот самый спящий мужчина. Вот. Он поставил. А я подошел к этой. Когда бочки были, наверное, там у них. Я вот так вот оперся. На капот-то. А мы-то на ней-то проехали. Это 120 тысяч километров. Она не просто снимала. Она вот так вот. Вот так вот упала на эту. Вот так вот. Я говорю. Ну, прям не смотрит. Пыль, не пыль. И оказалась эта фотография. Главная, которая вышла на четвертый том. Вот три. Какого цвета сделать? Первое само флаг показывает. Второе флаг показывает. Третье. Ну, у нас четыре. Так человек родился в крови. Думает о небе. Обратился к Богу. Родился свыше. А дальше плоды. Вы сделали зеленым. И дальше белым. Видел? У тебя свои есть теперь. Советую зайти в гостики, говорю, посмотреть. Тираж очень маленький. Пятьсот. Так мы даже это не думали. Речь идет о огромной сумме. На намелованные бумаги. В фотографии. На все белое. Крупным шрифтом. Ну, это надо увидеть. Их просто скруглением корешка. И вот это, которое есть, это каптал называется, который. Какого цвета говорили. Горноалтайская. Типография. Они у меня где-то 32 тома печатали. Никогда обмана не было. Эдуард Васильевич. Он род, видно, на Алтае где-то. И мы когда закончили издавать тогда бумагу, подписали. Никто претензий не имеет. Заплатили. И вот это вышло. Сейчас мы сразу начинаем работать. Это последняя моя песня будет. К истинному православию. С добавкой. К истинному православию. Я 40 лет собирал материалы. 40 лет. С чем ты занимался 40 лет? А я сидел и считал в библиотеках. В Московской Духовной Академии. С профессорами. Кто знает. За рубежом. 40 лет. Одна цель была издать книгу. И сегодня говорят. Книги подобные ей нету. Не считая Библии. Вслед за Библией именно мой материал стоит. Все остальное ниже. Почему? Потому что я у всех взял главное. Отдельно. Что Библия, покаяние, сон, милостынь. Ну знаешь, есть где-то. А сейчас еще добавили. И будет уже не 400, там 80 было. А, наверное, 780 страниц. Теперь только с фотографией уже работаем. Сразу начинаем готовить этот материал. Ну, первый раз у меня было издание тысячи. Второй раз три тысячи. Мне охота издать на пять тысяч. Конечно, речь идет о деньгах. Мы молимся и прошу всех помочь. И сейчас прямо первым просили трехтомник вот этот переездали. Ну, и переездали в Можайске. Только за то, чтобы оттуда привезли книги, 220 тысяч отдали. Это не по зубам, нам. А вот этот, ну, 600 рублей взяли за первые 10, а потом привезли остатки так. И вот сейчас в Киевском православии. Каждый день почти работаем над ним. Если у кого какие-то замечания, уже полностью прошли заново. Есть такая в Белоруссии Ирина Кондратьевна. Больше всех помогает. Ну, сейчас она уехала в деревню там, чтобы ей отблагодарить книги, отослать. Вот как. Я считаю, что больше я ни к чему не подойду. Выйти из этого положения. Как? Где взять? Кому обратиться? Конкретно, я вот вы были, я говорил, который остался старый, давали по одному экземпляру. Сейчас пачки 8. Разбирайте. Разбирайте, и мы тогда вложимся в то, что есть. Конечно, не хватит. У меня забота по сегодняшний день. А кто рядом стоит? Кто что-то переездал? Нет. А фулителей много. Вот даже на паре. Вот и неправильно, то другое. А как они узнали неправильно? Потому что, в первую очередь, ненависть ко мне. Зависть. Они даже не знают, что существует перевода примерно 7. И я все должен был промолотить и избрать самый полный. Вот с которого вот это и издается толкование обложенного фефилакта. А дальше толкование на апокалипсис, который сделал отец Геннадий Фаст. Он 434 страницы, считай, какое. Он абсолютно всех святых отцов взял, кто толковал. Из современных сектантов всех подряд подмел. О которых отсылались, они ушли. Он их просто отвел и все. Поэтому в трех томах полное толкование Нового Завета до нашего издания нигде не было. Нигде. Никогда. Вот я издавал, самое трудное было, это симфония на неканонические книги. Я перебрал все дореволюционные, какие были. Какие давали просмотреть, какие смог посмотреть. На всех я поставил свое клеймо непрофессионально. А как? Непрофессионально. А там написано по типу Вернигородской. Вернигородской на канонические. 20 человек симфонию составляет 5 лет. Это сколько 20 на 5? 100. Я в свое время 1 на 5 книг составил вручную. Даже вообразить нельзя, как это мне было. Симфония. Вот я еду, допустим, в Доносибирск, а пересадка в Черепаново. У меня 475 листов А4, ну большие, на которых печатают листы. 475. Вот так коридор идет, на той стороне и на этой. Я эти закладываю, около себя закладываю, и там. И все в чем-то прижимаю. И каждое слово я должен знать, где найти их, в какой ряд его поставить. Я только туда-сюда мещусь. И в течение года я ее издал, вручную написал, потом перепечатал, потом переплел и друзьям подарил симфонию на 5 неканонических книг. Это может оценить только тот, кто маленько знает, никто не верит, что это удалось сделать. 18 корректора было, и Донса не довели. Там одни цифры. А зачем нужно? Искать. Я люблю эти книги, их употребляет Златоуз. А теперь мы сделали с электронной версией. Большую роль тут оказал, кажется, Виктор Петеримов. Без него тоже бы не сделал. Несколько раз, уже к концу с ними сделали, сорвалось по новой. Опять проходит время, опять по новой. И знаете, я многое издал тысячи экземпляров. Ко мне приехали в библейское Сидинское общество, и им я подарил сразу 100 шуток. А из этих, которые вышли в Ирии, тысяча экземпляров. Из них 750, что остается? 750 подарили библиотеке и священникам. Поэтому мы только на истощение себя делали. Но это и обогащение. Так что вопрос ваш, он отвечается по любви к Синодальному переводу 1876 года. Оно не сходится? Я и не спорю. Что спорюсь? Не очень спорюсь. Хотя показал сразу на флаг. Я знал все флаги мира на море, когда работал. У нас не было флагов только тех государств, которые посредине живут, не имея выхода к морю. Поэтому и корабля у них нет. Вот это вот флаг божественный. Вневременный, вне конфессиональный. Вненациональный. Его может этот флаг брать себе и мусульманцы, и буддисты, и в любое время. И вектяне древние сегодняшние. Все рождаются в крови, все соглашаются. Если поставить боком мотокотов, а там в жизни бывает, не бывает, а там арсейдеду поют. Второй. Думай о небе. Вот о всем надо. Заботились. А третье. 21 глава 10-й сих Откровения. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем. От лица которого бежали небо и земля. Небо это синее, земля красная. А белый, белый, теперь весь флаг делается белым. Наступила вечность. Здорово. И когда передо мной сидят 750 офицеров, я у всех это триколор называю, и ни один, вообще толкования нет никакого, я показываю вот так. Лучше русского перевода нету. Нету. Вот русских, которые канонизированы, пять человек такие нашел, правильно канонизированные. Конечно, мне никогда не простят такое. А кто это такой? Стефан Пермский. Зная пермятский язык, перевел им Евангелие. Дальше. Вот этот. Макария Глухарев. Это второе. Третий. Вениаминов. Метрополит Иннокентий. И Николай Японский Касаткин. Все. Пять. То есть канонизировать у русской нации можно. Почему? 13-7. Где Библия? Открой. 13-7. Открой. Кого надо канонизировать? Ну это открыть надо. Дмитрий Ростовский этот стих взял эпиграфом к 12-ти томам житий святых. Взял, дать, чтобы не пошел на это. Продолжал писать. Посланник евреев. 13-7. Евреев. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Все. Которые проповедовали. А кто проповедовал? Ну найдите. Назовите. А Серафим Саровский сказал, стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи. Замечательно. Он может показать, что сидели тысячи спасет ни одного. Нигде не скажут, что прячьтесь, построите стены. Стены называются мандра. Отсюда архимандрит. В дупло залез, под землю. Нет этого. Главный вопрос стоял. Идите по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестить, со спасен. Говорит, не пошли? Два миллиарда мусульман под Богом. Это все на совести подравославной. Два миллиарда могли быть православными. Почему? Так у нас сейчас вот мы беседуем, и мусульмане приходят. А сколько Сысоев? Отец Даниил Аббардил, около 600, что ли, человек мусульман. Ну, мусульмане такие. Туркмены, узбеки, таджики – это вода. Вот настоящие мусульмане – это Афганистан, Талибан. Саудовская Аравия, Йемен. Вот это да. Вот мы в Азербайджане были, у кого ставка была. Мулар разговаривает на шести языках. Найди мне хоть одного, чтобы... У нас на двух-то языках не могут говорить. Жена знает четыре языка, два высших образования, консерватория. И у нас записаны все беседы. А как вы определяете? Молитвы. Мы беседуем, ее значит, Самира. Самира переводится «собеседница». И вдруг я гляжу, ее нигде нету. Потом я посмотрел, она на балконе уже склонилась и молится. Я сразу рядом. Проходит какое время? Новый намаз. Она на кухне, как все это готовила, время, она сразу на колени. Я уже знал, кто же рядом. Ох, понравились. Я когда в Америке был, куда бы мне не повезли, возвращаясь, митрополит, епископ, понравилось. Понравилось, я не понравилось. Мне нравятся. В Сакраменто были, где в Нью-Йорке, в Вашингтоне, крупные города такие. А потом отправили меня в Жордовинский монастырь. Я вернулся. Ну и как? Я говорю, очень понравилось. Ночные молитвы. Какие монахи-молитвенники. Мне по сердцу. И вот я в начале детского лагеря был. Не два дня. 45 лет. Я определял, какие дети есть призванные Богом. Единицы. Которые молятся. Которые тонко чувствуют совесть. В этом все в человеке. А как дальше? Дальше не знаю. Они были временно, уехали. У меня свой опыт. Это не два дня. Тут как-то что-то поднялся. А Михаил Максим Степаненко говорит. Вот этот дед. Старик он и назвал. Что он сделал? Весь Ваш миссионерский отдел. 5% не сделали. А Вы нападаете на него. 5% не сделали. У Вас ничего нет. Вы даже лагерь не можете создать. Я его создал. На одну неделю. 10 детей. Я не знал куда бежать. Они расползаются в все стороны. И что с ними сделаешь? Когда напали на меня. Я к Андрею туда. А они там уже залезли на балкон. Сверху. Крыши. Это дети. А я за них несу материальную ответственность. Уголовную. Перед Богом. И ни один ребенок у меня не заболел. Не утонул. Не сгорел. Вот коснись это я. В 13 школах делал занятия. У меня молодежь, знаю. В 18 лет в университетах. 5 университетов затронул. Опыт не просто опыт, а громаднейший опыт. И что все знаете, не знаю. Но сколько мог, то да. И при том все расположены были. Директора. Там прям я не знаю как. Увидит при всем народе и АГТУ. Новосибирский. Евстигнеев Владимир Васильевич. Вот представь. У него полный кабинет. И кабинет вот такой вот у него. Сидят профессора, академики. Он меня умер в приемной. Встал. Да заходите. Да вы знаете кто это. А кто знает. Да букашка. При всех обнимет, поцелует. Я преклоняюсь перед этим человеком. Мэр города был баварин. Точно так же отношение. Меня не заносит никуда. Но им конечно я подарил книги. Которые. Я вот запоздал. Там у него Семкин. Про ректор по учебной части. Это опыт. Опрятался бы где-то. Запился бы. Еще бы я вам сейчас рассказал. А у меня все это отображено. Сайт фотографии. Куда он пришел. Ректор. Священным Секретарем Брески. Парапессором. Надо настроиться на то. Глушей русского перевода нет. И тогда все вопросы. Сторон хватает. А вот он так говорит. Ну говорит он за это ответит. Вот вчера мне этот вопрос. О Рахиве. Как не продали. Когда написано. Я ответил. В районе слушаю. Что его занесло. Зачем. Зачем ему нужно было. Фотографировать. Даже ладошки. В ямочку в затылок наливать. Отправляет на фронт. В солдатской форме. На смерть. Как курили. Как блудили. Как матерились. Такие они остались. А обманщики. Я говорю тут уже Олега Станяльевна. Когда он вот это вот. Казус этот показывает. Они не боятся греха. А вы. А наши хрещения. Вот сейчас вышли на мировую арену. Как тут было. Это надо видеть. Какие отзывы. Батюшка стоит по грудь в воде. Ты видел. Тройкратное полное погружение. Новая жизнь начинается. Это домой-то приехала. Дивор. Дивор. Это первый раз вот такое имя было. Так батюшка я говорю себе календарей перебрал. До 17-го года. И нашел. Я говорю это библейское имя. Ей генералы все подчинялись. Без нее на фронт не шли. У этой точно так же. Она прислугая служит у генералов одного. А там еще один. Они ей постоянно звонили. Как? Ладно или не ладно. Я говорю чтобы оделись. По полной парадной форме с орденами. Учитель с ними сфотографировалась. Как она приехала туда. У нас нынешний приселась. Вот так. А наит ее звали. А теперь она где подпишется за Дивора. Дивора. В Библии Дивора такая есть. И она сказала. Бог сказал иди и боюй. А которого избрали. По нашему сказать. Министр. Там военных дел или как. Он говорит не пойду. Поражение будет. Ты с нами пойдешь? Пойду я. Она говорит пойду. Но только уже главная врага Сесару. Тебе не придется убить. Его убьет женщина другая. И все так и было. Дивора. Среди генералов. Эта тоже приехала. Среди генералов фотографии прислала. У нас как все сходится. Это удивительно. Вы ее видели какая она. Ее когда фотографировали здесь. Она до того. Она подвижная. Сильная. Армянка. И вот ее фотографируют. На коне неба. Закат солнца. Она стоит. И кто-то сказал подвинуться. Вот когда человеку подвинуться. Она вот так вот как стояла. Как поднялась в воздух. И уже в другом месте стоит. Ногами такой прыжок сделала. Вот где ворота. Сфотографировалась. Ну на костре когда были. До того так интересно. И тут она на кухне работала. Подвели ее конечно тут наши. Знаете как. Под кроватью там лежал инструмент. Кто сознался то у нас это. Павел. Павел. Горбулев. Вытащил топор. Я вот только наточил. А она решила на кровати все убрать. Видимо наступила черешок. Он повернулся кверху. Лезет. И она наступила. Она говорит. Там небо все заросло. Но вы сказали лежать. Я и лежал. На нижнем там этаже. Все заросло. А генерал мне и говорил. Когда что. Никогда не стани. Зарастет как на собаке. Интересно. Лесняк фамилия его. Владимир Павлович звать. И наши с ним поговорили. Они боялись отпускать ее сильно. Ты уедешь и не вернешься. А она у них как дочь. И того. Жена Елена. Они ее берегут. Там где она где-то еще подрабатывает. Я-то попутно все говорю. Сколько у Бога добрых людей. Поехали. Другого ответа не будет, Алексей. Второе послание к Арифинам. Восьмая глава. Арифин, мы так и берем. 14-15 стихи. 14-15 стихи. Чего они не имеют. Чтобы вам получить замену дерзновения. Которым они богаты. И в котором вы имеете недостаток. Смотри, как незаметно располагает их подаватель сверх сил. Если, говорит, хочешь получить от избытка, то и подавай от избытка. Если же хочешь получить полное вознаграждение, то и сам подавай вполне. То есть и от недостатка, и сверх силы. Впрочем, не говорит это явно. Итак, доселе убеждал, кажется, к подаянию посильному. Как будет равенство? Если вы и они будете взаимно уделять друг другу избытки и восполнять недостатки друг друга. Но какое равенство за плотское давать духовное? Здесь, разумеется, равенство не в отношении к ценности или бесценности подаваемого и замен получаемого. Но в отношении к избытку и лишению. Вы подаете от избытков своих, а они подают от избытков своих. И опять. Вы получаете то, в чем нуждались, а они получают то, в чем нуждаются. Равенство это всецело относится к настоящему времени. А что в будущем веке, то имеет великое преимущество перед подаваемым. Итак, смиритесь, богатые. Потому что в вещах постоянных, неприходящих, вас превосходят бедные. Приводит пример бывшее при собирании манны, чтобы показать, как бывает равенство. Именно, когда богатый, имеющий многое, дает избыток тому, кто имеет малое. То не сам не имеет лишнего, не имеющий мало, не имеет недостатка в том, что от него получил. То же бывает и с дерзновением к Богу. Вместе с ним внушает и нечто большее, показывая богатым, что, как при собирании манны все, и собиравшие больше, и собиравшие меньше, находили у себя по равной мере, чем Бог наказывал их ненасытность. Так и теперь не должно желать большего. Вот у нас поэтому так получается. Мы никогда не проходили мимо, если нужда была. Приезжает этот директор, вот, как его там, кто окажется, Владимир Алексеевич, могу не точно назвать его, директор Сибирско-библейского общества. Мы не православные. И к нам приехал он, как-то оказался у нас в общей. И мы сразу сделали сбор. Сбор никогда меньше шестизначной цифры не было. А кого там, пенсионеры ранее? Он еще раз приехал. Они перевод делают на европейский язык, Библию. И поэтому надо сначала изучить еврейский язык, отправлять в Санкт-Петербург. Купить там компьютеры и прочее. Мы их никогда не знали, повторяю. И он приехал тогда третий раз к нам с американцами. Американцы, какая-то там делегация была. И сильно понравились наши женщины. Какие у нас красивые. Говорит, а платки красивые-то. Как бы были без платков, они бы не такие были. Но и говорит, вы у меня, вся Сибирь, мы вышли на первое место по помощи библейскому обществу. У нас народ очень жертвенный. И поэтому, видишь, как мы сумели выйти и сдать вот этот первый. Трех томик Нового Завета. Это же в этом году было. А там сразу зашагнуло за 5 миллионов. Мало того, потеряю, потом помещаю где-то, потеряю, что помогали. Не все, но кто может. По милости Божьей. Теперь последнее, сумеем мы издать или нет. Но уже дорабатываем. Главное, это корректура, фотографии, выделенные места и прочее. Ну и тираж. Вот если вас это трогает, помолитесь. Я думаю, для себя это последнее, к чему я касаюсь. Называю лебединая песня. Ну вот теперь, смотрите, много, мало. Ну вот так Павел говорит равномерность тогда. Я принимаю это, им сказанное, близко к себе. У нас было так, когда тот момент наступил, один человек говорит, у меня дядя умер. И дом оставил. Я его продал там, где-то в сельской местности. Я тоже хочу участвовать в этом деле. Но мы ни слова не говоря взяли его. А он подумал, что ему и дадим книги. И он в другом месте купит там сарай. И там будет держать наши книги. Я говорю, нет. Мы тебе дадим один экземпляр только. Если будут люди, мы еще дадим тебе. Он как развопился на весь интернет. У нас нет. А вот деньги-то получили. Там миллион, кажется, было. И в этот же момент оказалась одна семья в плену. Нам необходимо было, я сказал, выкупить немедленно. И сразу отдали. Только отдали, он завопил. О, как мы подвисли-то. Я говорю, любыми путями выпросить у Бога, чтобы отдать ему. Ну и ровно через три дня у нас опять появились деньги. Людей-то тех выкупили. С этим рассчитались и сказали, больше никогда ни рубля не брать от него. Я говорю, деньги были на небе, ты оттуда их вырвал. Что ты делаешь? Даже в милостыне было. А теперь эта награда-то тебе не принадлежит. А кто это делал? Желайте, могу сказать, кто это делал. Ролик о Романе Николаевиче, который приезжал в потеряйку. И который через полтора дня пришлось оттуда выпровоживать. Вот так. Подкусил очень крепко нас. То есть деньги никуда не ушли, а мы только успели их отдать. Повторяю, выпупили семью из плена. У нас связи очень большие. И Бог снова нам помог. Теперь только вот это вот издание. Как будто это не это, а от Иисусу Православию. А против и стихах вот четыре дня назад, наверное, полностью все, тираж пришел. Обязательно, брат Алексей, зайдите, Игорь, посмотри. С четырехтомник. Проповедей в стихах таких книг не было никогда. Так, кому-то я подарил. Вот здесь батюшке подарил. У батюшки священник, отец Иван Суворов, который помогал нам, когда мы были в Ростовской области. Ему сразу два. Вам. Устиного. Вот, видела? Красиво. С чудесным просто видом. Все номинированное. Даже не верится. Ну, вот не верил, что я в зале убежу. Это, знаете, какое счастье. Когда я 13-й том получил открытым оком, а ко мне прям где, ну, поднимаю, сам вон назовем, кафедра. Любовь Николаевна Фатеева подошла и говорит, какой вы счастливы. При жизни видите, как книга выходит. А раньше было, то он издастся, он не дождется, когда. А я получил ни один, ни две открытым оком. Один экземпляр готовил. А получилось 33. Первый даже не написано, что он первый. Второй только написано. Думал, одна книга будет. А получилось 33 отсюда, что я не планировал, не думал. А тут половина информации. И скажу, что аналога, ну, в беседах нет такой. Просто нету нигде. А если ты знаешь, покажи. Вот у нас в нашем содружестве есть одна женщина. Ну, Галина Загуляева, знаете? У ней брат, и он женат на ней. У ней фамилия девичья была Можина. А теперь Загуляева. Можина. Так вот, Можина там, Екатерина. Вот когда я с ними познакомился. Ну, разное. У Вячеслава отец там писал стихи. Там еще другой. Все бросили писать. Когда мои стихи в руки попали, они поняли, не надо писать. Они не чувствуют. А она чувствует. У нее. Вчера она написала. Любое замещание делайте по стихам. Я хочу... Ну, она знает. Вот которые есть стихи, которые положили на музыку. И Виктор Николаевич их там исполняет с кем-то. Царство с Виталием там. Вот вот сидел бы в углу-то, ничего бы этого не было. Никому не должен. Врагов бы никаких не было. Ну, и друзей бы не было. У меня друзей, говорит, миллионы, а врагов тысячи. И вот если ты посмотришь, ну, ты там сам свое определение дашь. Мои стихи с третьего захода только сразу понимал дыбунок Игорь Владимирович. У него Бог дал это. Он настырно, просчитает, непонятно. Второй раз считает, вот это понятно. Третий, ого-го, там столько зарыто. Вы знаете, как стихи писались? Я эти стихи, ну, не все, конечно, считал в литературном институте в Москве. Там курсы Лево-Шанин бил. Ну, и спрашивает, а где вы берете? Дай-ка мне ручку вот эту красную. Я повторяю, все кто не знает. Во время молитвы, утреннее, там, и у пещернее. Молимся, когда у меня вот там, не вижу я ее, она глубже, там, строка одна проплывает. Я сразу же записываю строка. Святая Русь, когда была святая, допустим. И дальше молимся. Бывает, еще не кончили молиться, у меня снова строка плывет. Я снова ее запишу. Это два стихотворения. Каждое стихотворение 9 куплетов. Куплет 4 строчки, 9 и 4, 36. И напротив, в каждой строчке бывает место Библии, откуда взята мысль. Глава стих этих книг. И сохранилось в стихотворении 3467. И в черновиках ни одной помарки нету. С чистого листа. Это не бывает такого. Я вот смотрю, Кушкин писал, он десятки раз защитнет другое слово. Пока неделя пройдет, он раз пять его защитнет. Нет, еще лучше. Ну дай-ка я так сделаю. Пытался защитнуть, такое как вернулся на прежнее. Никакое слово не подходит. Это Бог делает? Почему? Многие молились, просили. Я не считаю себя ни поэтом, ни писателем. Ну, проповеди в стихотворной корме, этого никогда не было нигде. И четыре тома, каждый том, я говорю, 888 страниц, да еще 96 страниц с этой фотографии. Получается почти по тысяче страниц. И вышли. Ты как первый раз, когда увидел, так какое у тебя чувство было? По поводу... Ну, книги, книги, что глобальный труд такой, что... Что ты говоришь? Нет. Груд. Что труд глобальный такой, это сколько надо знаний иметь, чтобы вложить-выложить таким образом. Вот. И при том, вот здесь, которое было, еще деньги не вернулись ни за один. Вот кто-то взял еще, Вячеславу подарил, этот может заплатить. Батюшке этому, который там, вам это все бесплатно. Потому что они участвовали где-то в чем-то как-то. А всего 500 экземпляров. Только берегите, ставьте, ты посмотри, как они закруглены, какой вид, на корешках какой, все разные фотографии на корешках. Не просто рисунки, а фото. Ты слышал стихотворение «Святая Русь»? А вот определи его. Я начинаю его... Озвучил Виктор Николаевич Савченко. Первое, значит, кадр. Патриарх Алексей этот, Кирилл говорит. «Святая Русь» — это не то, что то, а это вот то-то, то-то, прямо оттуда взято, как эпиграф. «Святая Русь» — когда была святая. «Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу островов. Все подгребли саму, тайгу и в югу, и расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжиры жжет и рубят по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтике, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизывать смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришлись! Служение Богу на одном на русском, крещение духов водное в крови, Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда, исполнив веренную нам, не Русь святая, а герои веры, В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Каждое слово, как впаяно на своем месте, его не тронуть еще нельзя. У меня в камере сидел, нас назвали камерой академиков, преподаватель второй группы космонавтов, аэродинамики, Лозин Анатолий Максимович. Вот я первый раз видел, как считают, по диагонали. Ну, 350 примерно, там, 300 страниц, две книжки за день просчитывают. Я вот стал проверять, он почти наедутся. Я ему как-то дал очередь, это, 90-й псалому, законспектировать. Это, помнишь, все о чем говорил? 90-й псалому, кто знает? Живущий под кровом. Живущий под кровом, Всевышний подсенний, Всемогущий опокоится. Он просчитал, так дайте еще раз просчитаю. Еще раз просчитал, лежит на этой кровати, шконка называется. Дайте еще раз просчитаю. Прочитал, а его нельзя конспектировать. Я говорю, а почему? Тут такая конструкция речи, все связано. Одно слово только выпусти, и все будет по-другому. Он даже знает, что ума охватила. Вот у меня сейчас в стихотворениях такое же бывает. И нельзя тронуть. Я и не трогаю. Люди оценили, да, которые берут, которые считали. Вячеслав сразу после каждого моления, сейчас три стихотворения засчитывает. У него сильно развито это вперед смотреть. И это все в нашей жизни. Дальше пошли. 55. Благодарение Богу, вложившему сердцем Титова, такое усердие к вам, толкование. Сказав нужное о милостыне, хвалит, наконец, посланных за нею, дабы они, будучи чужды подозрения, скорее могли возбудить их готовности на пожертвование. Поскольку же первый из них был Тит, то хвалит его, а возбуждение его на это служение называют делом Бога. Ибо он дал ему такое тщание, какое я имею о вас. Здесь же убеждают их сделать подаяние досточестное. Ибо если Бог возбудил его, то без сомнения Бог и просит, чтобы вы сделали подаяние, достойное Бога. Вот как это, биографию человек пишет. Хотя сколько я встречаюсь, ну встречаюсь-то не с одним человеком. Да и раньше-то у меня аудитория была в 5 университетах, 13 школ, все отделы милиции, городской и краевой УВД, всего лишь в части края, 3 радиопрограммы вел по телевидению. Ясное дело, что очень большой объем людей. И вот каждый раз, беседуя с людьми, спрашиваю, вот вы слышали это? Слышали, а как отреагировали? Как отреагировали? Ну вот я первый раз услышал. Нужна десятина. Она нам не принадлежит. Я потом доказательства легко докажу любому. У нас человек не платит. Господь говорит, обкрадывайте меня. Не сказал жадное. Меня обкраду. Десятина, она изначально нам не принадлежит. Она вложена Богом, чтобы мы своей рукой подали. Вот мы жили на второй строительной. Надежда Васильевича что-то испещет там, сварит. А рядом, недалеко, там в бараках живут бабушки отдельно где-то. И у нас Роман был. Она его посылает, чтобы своей рукой научился подавать. Я первый раз услышал, когда о десятине, я работал на корабле. У меня внутри, я не могу сейчас так передать, но как будто бы что-то вспыхнуло. Я подумал и сказал, я буду платить девять десятин. Девять. То есть тысячу заработал, девятьсот сразу отдаю на дело Божье. И шестьдесят один год так прожил. Я больше никогда не встречал меня. Почему? Это ревность. Тут написано «щание». Приходилось работать на двух-трех работах постоянно. И как? Не обижен, не умер. Личного, правда, не нажил. Отпредстав себе. Из того, что заработаешь, и девяносто процентов отдать. Бог не просит этого, он десять просит. Это ревность. Я встретил одного, не знаю, как их название, они не баптисты как-то называются. У них книги Гедеоново-Братство. В Иркутске. Кукушкин Игорь. У него жена окажется беременным девятым, что ли, ребенком. У ребятишки так это. И он говорит, а я плащу все время в пятьдесят процентов. Я первый раз в пятьдесят. Значит, как это дорого для нас было. Кто с нами тогда был за рулем-то? Ты был? Нет, за рулем нет, я с вами просто был. И как интересно. Ему надо было дом покупать, а православные строят церковь. И потом из брук такой, из бревен. Чего не загладилось у них, я уже не помню. И они продают и продают дешево. И он купил. Фактически в церкви живет. И мы с ним когда беседовали, ну, про частат, как говорят. И вот мы сидим утром за столом, а вот прислуживают и крестятся с нами вместе. Вот Господь как делает. Вот как я сразу вспомнил Абрама. Когда три странника пришли. У них нет этого ни крестного знамения, ничего. А Бог так вот дал. Это новый человек. Мы его никогда не видели. Он о нас ничего не слышал. Мы идем разговариваем. Я с ним говорил, ну, не больше полминуты. Где книги? Он остановился, а вот такое, как-то поднимаешься полэтажа. А потом полэтажа туда идут, вниз, а полэтажа вышли. Уже первый этаж, как второй идет. Он на ступенях этих остановился на меня, посмотрел. А вам сколько надо? Ну, я говорю, а сколько дадите? Я уж не стал говорить, что если бы дал тонну, я бы взял. А он посмотрел на меня, говорит, я первый раз в жизни вижу живого пророка. Чего пророка? Да что ты думаешь-то? Он зашел вот так, а у него там этажами все это, Евангелие. Он там, ну, сколько надо, забирайте. Ну, все, зазомбировал, ясно делаю. Первый раз. Еще только заходим на склад, и вот такой разговор. Сначала он пророком обозвал меня. А потом отдает все, что есть. И уже дома у него прислуживают. Так не бывает. Тем более он у них с пресс-фитером чистится. Это Бог делает. И показывает нам сила Божьего Слова, сила благословения Божьего безграничная. Это никак нельзя. Правда, в одном месте приехали, а там библиотека женщины, а муж ее. А что вы привезли? Я говорю, книги. А книги. Вы автоматы везите нам, эту власть свергать надо. Я говорю, а да? Мы не можем приводить автоматы. То есть нас по-разному священникам. Это Бог делает. Так вот. Баптисты привезли показать. У них обратился еврей. Еврей. И он у меня побыл, ну, два часа с половиной, кажется, был. Наум Израилев, с чистопородной евреей, родителем. Священником стал. Да еще не каким-то, а доверенным лицом патриарха Ильи Второго. Моим крестником. Мы долго там по Москве шарились. И, наконец, переделки на этой даче писателей. Нашли в честь Филиппа Колычева, которого скуратом задавил. И при Иване Грозном-то. И там крестились. Я ему все рассказал. Ну, все рассказываешь, но до конца ты не расскажешь-то. Я ему показал, зайдем к старобрядцам, показал крестное знамение как. Да вот, когда молитва-то встал, да вот так вот, отквертку-то. Не этим касается. А вот, я говорю, ладно, что тебя не видели. А когда крестис остались, священник не заходит. Другое помещение. Тут большой бассейн. Я говорю, ты под воду-то. А он гидом был. Молодой, здоровый, крепкий. Он руки от рук одного только обхватил, колени-то. Под воду-то ушел, а я вижу-то. Еще я ему буду говорить, он же там ничего не слышит. А он затаил дыхание там надето. Его видно, как он сидит. А священник тут полок висит. Руку протянул, когда он не вынаглится. Наконец-то он оттуда вон он, он такой, во имя отца. Он опять погрузился, я ничего не сказал. Опять рука. Он там, ну, может быть, минуты две-три свободно сидит. До конца-то не успел сказать. Я теперь хоть криком закричил, вода-то не пропускает. Но он меня везде все наставит, мой отец там. Вы знаете его. Очень добрый. Его Господь убрал. Вот я в него только приехал. Мы тоже только зашли. Он сразу меня там, как у него там, в автазе. Я оттуда уже, я выхожу, перевозчик рядом, я по-русски говорю, а перевозчика переводит. А потом два перевозчика было. Вот Бог дает каких-то людей. Он приезжал и совершил первую литургию, где у нас склады. Видите, да, тут как. Заходишь, где эти, здесь, там дощечку приберил, все вещи там к везде приспосабливал. Он есть у нас, когда крещений много было, 26 человек сразу крестились. Ну, нет, в университете. А сейчас-то только по интернету. Сегодня больше приходят. Ну, приходят-то где-то, мы их направляем на Афон. Где-то рядом находят священника, который крестит. А тогда-то в одном месте только было. Кто обратился, отовсюду едут. Ну, еще то у нас было недалека. У нас же до этого были тут из Ливана, из Италии. Франции, Германии, Белоруссии, Украины, Киргизии, Казахстана. Это только и посторонние, откуда были. Так что, все. Не так и долго, но мы будем щедрять подачу. Аплодисменты. 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 Так, когда зайдешься сразу, если ты скажешь, что будешь считать, понравится, не обложить твоя сигнала, сразу подавите, да как это, а уже потом перевезли.